Отек Квинке или ангионевротический отек – это острая аллергическая реакция человеческого организма на аллергены, инфекционные и аутоиммунные заболевания. Состояние названо по имени немецкого врача Генриха Квинке, впервые описавшего его в 1882 году. Чаще всего отек Квинке развивается на лице, шее и верхней части туловища, тыльной стороне кистей и стоп. Патология характеризуется острым развитием. Основная проблема подобных состояний заключается в риске асфиксии на фоне сдавления трахеи в каждом третьем случае. Больше подвержены этому заболеванию аллергики и женщины молодого и среднего возраста. Мужчины значительно реже. Спровоцировать аллергический отек может химический агент, лекарства, продукты питания, контакт с растениями, укус насекомого. Отек Квинке может возникнуть как реакция на запах. В редких случаях причиной отека Квинке может стать воздействие различных физических факторов, таких как холод, яркий солнечный свет. Крайне редко встречается наследственная форма отека Квинке. Типичные симптомы это острый возникающий отек тканей лица, шеи, тыльной стороны ладоней и стоп. В области отека кожа бледная. Отек плотный, не продавливается, нажатием на него пальцем. Ощущается как напряжение в ткани. Отек Квинке, как правило, не сопровождается зубом. Реже отек может поражать оболочки мозга, суставы, внутренние органы. Отек внутренних органов проявляется редкими болями в животе, по носу, рвотой. Развившийся отек бесследно исчезает в течение нескольких часов или дней. Однако наиболее опасной формой является отек глотки, гортани и трахеи. У таких больных внезапно проявляется беспокойство, затруднение дыхания, возможно потеря сознания и гибель от удушья. При малейшем подозрении на развитие отека Квинке следует незамедлительно вызывать скорую помощь. Ситуация может измениться в течение считанных секунд и малейшее промедление опасно для жизни больного. Далее необходимо устранить аллерген, вызвавший такую реакцию, если он известен. Помочь пострадавшему принять удобное положение и дать антигистаминные препараты. Лечение отека Квинке направлено на подавление аллергической реакции. Больной с отеком гортани нуждается в срочной госпитализации, выделении интенсивной терапии или реанимации. При аллергическом ангиоотеке вводятся глюкокортикоиды, антигистаминные препараты, выполняется инфузионная терапия, энтеросорбция. При сильном отеке гортани важно восстановить проходимость дыхательных путей, в том числе путем интубации трахеи или коникотомии. Профилактика отека Квинке заключается в соблюдении строгой диеты, исключении аллергенов из окружения больного, профилактический прием антигистаминных препаратов во время цветения растений или контакта с другими аллергенами. Профилактические мероприятия возможны только в той ситуации, когда установлена причина отека Квинке. Так, например, в случае лекарственной или пищевой аллергии следует избегать приема лекарств или пищевых продуктов, вызывающих отек. Больные, ранее перенесшие отек Квинке, обязательно должны иметь при себе карточку с оказанием своего аллергена. Если аллергеном послужил лекарственный препарат, не забудьте сообщить об этом при последующих обращениях к врачу. А пока на этом все. Не болейте и не забывайте подписываться на наш канал. Всем пока!